Здравствуйте! Дела семейные снова в эфире. Сегодня мы с вами поговорим на очень серьезную тему. 9 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации мы с вами получили понятие с указом президента, что такое сохранение традиционных семейных ценностей, которые необходимы для развития нашего общества. Указ называется «О сохранении и развитии традиционных ценностей». Они у нас очень разные. Вы знаете, современные условия жизни таковы, что мы, конечно, живем в своих семьях, в своем окружении и составляем свое понятие о тех моральных ценностях, о тех традиционных ценностях, которые надо применять в нашей жизни. И вот когда вышел этот указ, естественно, у некоторых возникает вопрос, а вообще почему такой указ возник, и что из себя представляют вот эти традиционные моральные ценности. Вот этим указом президент поставил все на свои места и дал нам возможность понять, что же это такое. Вы знаете, очень важно, чтобы люди сохраняли традиционные ценности для того, чтобы передавать их из поколения в поколение. Вот что такое эти ценности? Это тот моральный ориентир, который воспитывает людей и дает возможность их передавать, как я сказала, из поколения в поколение. Вот тогда страна, в которой эти ценности сохраняются, наверное, должна жить достаточно спокойно. Ее не будет, скажем так, колыхать ветрами негативными и так далее. Почему возник этот вопрос? Дело в том, что, скажем, вот сохранению этих ценностей сейчас угрожают террористы, недружественные страны, межнациональные корпорации. И наша страна сейчас находится, ну, мы живем в тяжелое время, да, но для того, чтобы нам выжить, выстоять, нам необходимо сохранить все то, что было наработано в нашей стране за длительные годы. Здесь государственная политика, сохранение семьи, материнства, детства, отцовства, сохранение истории, потому что очень многие пытаются заставить нас, то есть навязывая свои какие-то ценности, мы считаем их ложными ценностями, они пытаются заставить нас переписать историю. И очень большое внимание надо уделять сейчас нашей молодежи, чтобы она правильно воспринимала историю нашего Отечества. Когда вот этот указ вышел, мы обратили внимание, я не знаю, читали вы или нет, но я очень рекомендую вам ознакомиться с этим указом. Это очень хороший, интересный, значимый, важный документ для страны, для каждой семьи. Вот президент обозначил те ценности, самые основные и главные, от которых зависит нормальная, спокойная, хорошая, размеренная и социально устойчивая жизнь нашего государства. На первом месте стоит жизнь, то есть сохранение жизни каждого человека в нашей семье – это приоритет государства, это очень важно. То есть государству не безразлична жизнь каждого гражданина. Второе – это уважение к человеку. Уважение каждого человека и сохранение его достоинства – это тоже задача нашего государства, и на это направлена политика. То есть достоинство каждого человека не должно быть попрано. И, естественно, права человека, его свободы тоже должны быть сохранены. Никто не может посягать на права другого человека, если для этого нет законных каких-то оснований. И вы знаете, вот таких ценностей очень много указано в этом указе, простите за тавтологию, то есть раскрыты в этом указе. И семья. Семья – это одна из главных ценностей человека. Причем, вы знаете, вот отработав большое количество лет в органах ЗАГС и работая с таким документом, как Семейный кодекс, Федеральный закон об акте гражданского состояния, Конституции, Гражданский кодекс и так далее, я видела изменения, которые происходили в этих документах, они периодически вносились в эти документы, то есть происходила корректировка. Ну, скажем так, вот вы сделали ремонт в квартире, простите, у меня простое такое сравнение, но оно будет доходчиво надумать до всех абсолютно. Вы сделали ремонт в квартире, да, а потом, когда этот ремонт уже вроде бы закончился, вы увидели, что-то вы немножко не доделали, вы чуть-чуть здесь подправили, здесь сделали, здесь сделали, и стало более уютно, более удобно, более комфортно. Ну, так и с законами. То есть сразу, как бы, вот закон по какой-то новой линии нельзя отработать с первого раза. И жизнь-то движется, мы с вами развиваемся, и закон вносит свои изменения. Поэтому вот, когда я начинала работать, было понятие брака, это совместное ведение хозяйства, это воспитание детей и так далее. Но там не звучало, что это союз мужчины и женщины. Это само собой подразумевалось. Но вы знаете, прошло время, и, скажем так, с наступлением периода широкой информированности населения через интернет-ресурсы, вдруг, и мы знаем откуда, пошло какое-то странное понятие однополых браков. Появляются со стороны западных стран понятия родители-один, родители-два. То есть не мама с папой, а вот такие странные, чуждые нашей жизни понятия. Поэтому необходимо было внести и в Конституцию, в Семейный кодекс четкое определение. Семья – это мрачный союз мужчины и женщины. И вот это традиционное понятие семьи обязательно надо сохранять. И оберегать наших детей от других странных, ложных понятий, не давая им, скажем так, быть накрытыми вот этими неправильными, вредными, токсичными понятиями. Нашу молодежь надо уберегать от того, наших детей, внуков надо уберегать от переписывания истории. Сейчас очень многие, мы с вами видим, пытаются сказать, что не было положительной роли России в освобождении во время Великой Отечественной войны. Я не буду вдаваться в политику, я просто хочу сказать. Беседуйте со своими детьми, со своими внуками. Рассказывайте им о подвигах дедов, прадедов, чтобы они гордились нашей историей. Это очень важно. И пусть они передают дальше своим детям, своим внукам вот эту героическую историю нашего Отечества. Хотелось бы, чтобы каждый из вас прочитал этот указ. Это не политика с моей стороны. Это действительно настрой на то, чтобы в вашей семье были взросшены хорошие, нормальные семейные традиции. И вы видите и увидите дальше, что это политика государства. Это национальная безопасность. Чтобы мы не были подвергнуты влиянию со стороны, и нам бы не навязывали чужие традиции. У нас свои, хорошие, замечательные. Давайте их сохранять. И тогда мы будем спокойны и за наше государство, и за наше Отечество. А самое главное, за наши семьи, за жизнь наших детей, внуков, правнуков и последующие поколения. Пусть немножко пафосно прозвучало, но я вам искренне желаю мирной жизни и всего самого доброго. С вами была Галина Карташова и «Дела семейные». С вами была Галина Карташова и «Дела семейные».